Всем привет, всем здравствуйте, это Дневник Артиста, это Павел Зыков, я на своем канале продолжаю рассказывать о жизни, как я говорю, простых работяг сцены, от аниматоров до вокалистов, от цирковых до театральных артистов и актеров, и киношников. Ну так вот, тем не менее, еще не до конца завинтили гайки на этой нашей третьей волне, насколько я понимаю, я, правда, в них уже запутался, то ли девятый вал, то ли третья волна, в некоторых местах разрешают проводить праздники на открытом воздухе, и спасибо вам большое, низкий поклон от всех артистов, что все-таки есть способ не только самореализоваться, но и заработать копеечку, какую-никакую, все-таки не звезды, а простые люди, им нужно постоянно работать и зарабатывать. Ну не об этом речь, а речь о том, что привыкли делать аниматоры, ведущие на наших русских народных праздниках, да, есть такая штука традиционная, ну вот, я не знаю, в студенческие годы там у нас какая-то фраза была, театр потешки, ну-ка, дружный наш народ, встанем вместе в хоровод, и зрителя ставили в хоровод, все брались, за что? За руки, и вводили хороводы единую такую энергию, эмоциональное ощущение, мы вместе, такое колесо, солнышко, а сейчас же ручками-то, ручку касаться нельзя, это же, так сказать, способ передачи вируса, как будто других способов передачи вируса нет, не буду называть праздник, не буду называть организаторов, не буду, тем более артиста бедного, называть ведущий, да, он по привычке взял, и народ построил хоровод, люди взяли, с удовольствием участвовали, его, ну, если только не линчевали потом за кулисами, вот честно, ну, потому что, что ты делаешь? Причем организаторы понимают, что с точки зрения качества продукции, ну, если вот говорить о творчестве так можно, он сделал все профессионально, интересно, получили люди эмоциональную разрядку, праздник удался с точки зрения радости, а с точки зрения страха организаторов, они боятся подотчетности, что там и вы там, наверху придут, им делают большое на-на-на, что периодически случается, хотя кому-то можно, знаете, всяким бастом концерты собирать, а тут и из 30 человек хоровод собрать нельзя, ну, в общем, парнишу чуть ли не линчевали. И еще одного парнишу, эстрадно-циркового артиста, он на моноцикле катается, да, и катает зрителей иногда детей у себя на загривке на шее, на плечах, так скажем так, посадил ребятенка, проехался на этом колесе, показал какие-то там простые трюки, вернулся. Это была серия таких дворовых концертов, на следующем концерте он уже не работал, его не пустили, потому что он посадил себе на плечи ребенка, не от того, что ребенку там создал опасность, не за это, в смысле, что ребенок мог упасть, разбиться, в этом опасность, а опасность в том, что он своими ручками передал вирус другому человеку. То есть, вот, сейчас я даже работая с интерактивными, у меня есть масса интерактивных моментов, фокусов, когда я зрителя приглашал к себе на сцену, вместе с ним взаимодействовал, во многих местах, да практически везде отказываешься от этого, если в лучшем случае зритель на расстоянии колдует. То есть, мы перестаем дотрагиваться друг до друга, человек отдельно от человека существует, и вы уже меня не вживую смотрите на концертной площадке, а здесь, через экран. Это же неправильно, наверное. Или правильно, да? То есть, разделяй и в ласту. Ну, много я могу таких фраз наговорить. Надеюсь, это временное явление. Что это я так вот свалился на другую эмоцию? Всем счастья, мира и добра. Это дневник артиста, это Павел Зыков. Надеюсь, встретимся на площадках, концертных площадках вашего города. Субтитры сделал DimaTorzok